МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер. В эфире программа «Актуальный разговор». И гостья в нашей студии генеральный директор комбината «Запорожсталь» Ростислав Шурма и председатель профсоюзного комитета комбината Леонид Анисимов. Здравствуйте. Добрый вечер. И наш сегодняшний разговор посвящен одной из самых волнующих тем для предприятий, как для администрации предприятий, так и для их работников. Потому что коллективный договор, в частности, это коллективный договор на 2014 год, это основополагающий документ, по которому строится, наверное, вся работа предприятия. И в ходе сегодняшней программы я предлагаю подвести итоги выполнения колдоговора 2013 года. Наши зрители смогут поучаствовать в диалоге, позвонив по телефону 213-46-24. Кроме того, мы приглашаем вас ответить на вопрос. Коллективный договор – это наш интерактивный опрос. И варианты ответа. Гарантия социальных прав. Для того, чтобы ответить на «так» нужно позвонить 213-46-20. Либо же коллективный договор – это формальность. Кто считает «так», пожалуйста, звоните 213-46-21. И сейчас я хочу напомнить нашим зрителям об основных производственных показателях, с которыми завершил 2013 год металлургический комбинат «Запорожсталь». Коллективный договор – это двусторонний документ. Он подразумевает стабильную работу предприятия и тогда стабильное выполнение администрации своих обязательств перед работниками. И работники также выполняют свои обязанности, которые, опять-таки, прописаны в коллективном договоре. Предлагаю посмотреть сюжет. 2013 год стал успешным для «Запорожсталя» по всем направлениям деятельности. Комбинат установил 224 исторических рекорда по ключевым производственно-техническим показателям. На фоне стабильной динамики роста производства добился значительных успехов в области эффективности производства энергосбережения по темпам реализации модернизационных проектов. В рамках конкурса по энергосбережению в течение 2013 года было подано 20 проектов. Экономический эффект от их внедрения составил порядка 80 миллионов гривен. Работники предприятия участвуют в проекте «Тотальная оптимизация производства». Его задача – сокращение затрат и обучение персонала системному подходу в решении широкого спектра задач. Планируемый экономический эффект программы – порядка 18 миллионов долларов в год. На комбинате «Запорожсталь» полным ходом идет техническое перевооружение, главная цель которого, кроме повышения эффективности производства, снижение влияния на окружающую среду. Так, в 2013-м была запущена в эксплуатацию модернизированная «Агломашина-1» с высокотехнологичным газоочистным оборудованием. Инвестиции в проект составили порядка четверти миллиарда гривен. Кроме того, подписан контракт на поставку и установку системы газоочистки для «Агломашины-2». В 2013-м комбинат «Запорожсталь» сократил потребление природного газа примерно на 100 миллионов кубических метров. В денежном эквиваленте это порядка 50 миллионов долларов. Это стало возможным за счет реализации ряда мероприятий по модернизации оборудования, использованию современных автоматизированных систем контроля за расходом энергоресурсов, внедрению новых энергосберегающих технологий. В рамках реализации программы модернизации предприятий группы «Метинвест» на комбинате «Запорожсталь» проведен комплекс ремонтов основного оборудования в доменном, прокатном и энергетическом производстве комбината. Общий размер инвестиций, направленных на весь комплекс ремонтных работ, более 60 миллионов гривен. В работе принимали участие около 1600 специалистов, большинство из них работники комбината «Запорожсталь». Сюжет демонстрирует наглядно успехи предприятия. Но возникает вопрос к вам, Ростислав Игоревич. Учитывая нестабильную ситуацию в Украине, насколько комбинат гарантирует стабильную работу? Вы в это время подписываете коллективный договор на 2014 год. А сможете ли вы выполнить те обязательства, которые на себя берете? Действительно, наша страна Украина сегодня переживает, наверное, один из самых сложных периодов за всю свою историю. Перемены, которые происходят, происходят очень большой ценой. Погибли люди. И мы, безусловно, разделяем горе тех людей, которые потеряли близких, своих родных. И мы понимаем, что сегодня у горожан возникает вопрос, а что дальше будет с комбинатом? Поскольку комбинат – это действительно городообразующее предприятие, на котором держится вся экономика области. И я, как генеральный директор комбината «Запорожсталь», со всей ответственностью и полной уверенностью хочу сказать, что комбинат сегодня работает и будет стабильно работать завтра. Заработная плата будет выплачиваться вовремя. Все социальные гарантии и льготы будут сохранены. Та программа модернизации, которую мы начали и которую мы планируем, идет полным ходом. Количество подрядчиков только растет. Все те объекты, которые мы планировали ввести, а в частности травильное отделение, в апреле мы уведем. Доминую печь в апреле-майе мы уведем. Потом газоочистку в четвертом квартале на огломашине мы запустим. И строительство конвертерного цеха мы тоже начнем в этом году. Я понимаю, что в такой ответственный момент, когда по большому счету система управления в городе разбалансирована в силу происходящих процессов, комбинат должен оставаться, и он остается территорией стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Почему? Потому что на нас держится экономика региона. Если мы возьмем Запорожсталь, возьмем прочие предприятия, которые входят в нашу группу, ЗЖРК, Запорожский железорудный комбинат, Запорожский огнеупор, Запорожкокс и прочие, мы практически 30% экономики региона. И мы сегодня не имеем права подвести людей. Мы должны особо эффективно и особо внимательно работать в этот период, чтобы удержать экономику на плаву. И на студии есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, задавайте вопрос, пожалуйста. Добрый вечер. Я работница комбината, и пользуясь случаем, хочу просто поблагодарить. Поблагодарить замолмограф. Нас услышали, и от чистого сердца приятно. Спасибо. Если еще будет похожее предложение, то мы будем очень рады. До свидания. Спасибо вам, Леонид Александрович. Как, кстати, вы оцениваете и ту работу, которая была проведена, и то, что сейчас сказал Ростислав Игоревич? Насколько профсоюз верит администрации предприятия? Уважаемые телезрители, вы, наверное, увидели сюжет. Действительно, сделано очень много. Я могу сказать только одно. Но коллективный договор – это наша маленькая конституция. И люди, которые сегодня привыкли исполнять нормы закона как в государстве, так и коллективный договор на комбинате «Запоросталь» гарантируют то, что взятые на обязательства на себя они должны выполнить. За этим стоит трудовой коллектив. Трудовой коллектив продемонстрировал. И у нас есть первый шаг. Это января месяца. Диспоставленные задачи, которые перед нами стояли, комбинат справился. Мы перешли на другую форму оплаты и продемонстрировали еще то, что за этот труд они получают сегодня достойный. Потому что январская заработная оплата, она самая высокая среди горнометаллургического комплекса комбината Украины. Поэтому именно стимул, который сегодня есть, обеспеченность комбината, о чем говорит генеральный директор, и администрация берет свои обязанности с этой стороны. Ну и обязанность трудового коллектива, который прописывается в коллективном договоре, тоже, как я сказал, должна быть исполнена. Поэтому я уверен, сегодня говорю, если нам не помешают внешние какие-то причины, комбинат запоростал справиться с коллективным договором 2014 года точно так, как справился с коллективным договором, выполняя 164 пункта в 2013 году. Я разрешите, хотел бы, наверное, дополнить. Вот в вашем вопросе был один момент, а вот выполним ли мы, учитывая всю ситуацию. Я хочу сказать, что у нас подход такой. Мы никогда не обещаем того, в чем мы не уверены. Раз мы подписываем, раз мы обещаем трудового коллективу, значит, мы это наверняка выполним. Это наш базовый принцип в работе. И к нам дозвонился телезритель. Здравствуйте, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Алло. Да-да, мы вас слушаем. Я ветеран комбината Запоросталь. Прежде всего, я хочу сказать большое спасибо руководству комбината, за поддержку наших ветеранов. И мне есть пожелание, чтобы руководство комбината, этот союз, нас не забывали, устраивали с нами встречи. Вот такая у меня просьба. Спасибо. Спасибо за хорошее слово. Да, вы знаете, мне, честно говоря, очень приятно слышать, потому что, регулярно встречаясь с ветеранами, я, откровенно говоря, получаю большое удовольствие и большой такой задел энергии, заряжаясь от наших ветеранов, от наших людей, потому что такой веры, такого патриотизма, такого переживания за комбинат тяжело как бы у кого-то найти. И я рад, что ветераны тоже любят встречаться с нами. Я могу добавить здесь еще одно. Мы приняли решение, поменял страховую компанию. Это много было обращений к руководству комбината, профсоюзной организации, что выиграли от этого, труженики комбината, что выиграли от этого, в данном случае ветераны. Они достойно на сегодняшний день прибавили к обеспечению, когда вдруг произойдет травма или болезнь. Ветераны наши получили дополнительно практически в два раза больше. Если покрытие у них было в пределах 700 гривен, на сегодняшний день полторы тысячи. У людей было покрытие в течение, будем говорить, болезни где-то полторы тысячи, на сегодняшний день две тысячи. То есть вот эти два действия показывают, что мы, принимая проект коллективного договора на 2014 год, не только оставляем его как основу лучшего из договоров 2013 года, а мы еще попытаемся его улучшить и в данном случае ближе приблизить к людям. Кстати, как работа проходит по коллективному договору на 2014 год? Какие шаги предпринимает администрация, Ростислав Игоревич? Безусловно, что за основу договора 2014 года мы берем договор 2013 года. Как сказал Леонид Александрович, это был лучший договор в горнометаллургическом комплексе. Поэтому этого каркаса мы в любом случае держимся. Далее мы регулярно общаемся с трудовым коллективом. Как это происходит? Я лично посещаю по несколько рабочих собраний каждый месяц, по несколько смен встречных собраний. Мои заместители посещают, другие руководители комбината. Мы слышим предложения людей. И я, наверное, даже проведу несколько примеров вот таких предложений. Вот в частности, по маммографу звонила наша работница, благодарила. Это действительно была инициатива наших работников. Обратились женщины, говорят, что нет хорошего цифрового маммографа в городе. А у нас 4 тысячи женщин. Мы услышали, мы купили маммограф. Это удовольствие, не дешевое. Стоило оно как бы миллион гривен. Этих обязательств не было в коллективном договоре. Но мы услышали, и мы это сделали. Далее, проехавшись по комбинату в прошлом году, мы увидели, что бытовые условия наших людей требуют существенного улучшения. Это санузлы, это комнаты приема пищи, это душевые, это раздевалки. Мы начали масштабную программу по ремонту данных помещений. Мы сделали около десятка этих помещений. И на 2014 год мы уже запланировали намного более масштабно. Около 40 объектов. 17 бытовых помещений, 23 комнаты приема пищи. Тоже удовольствие, не дешевое, стоит это 12 миллионов гривен. Но мы понимаем, что наши люди должны находиться в хороших условиях и должны работать в качественной спецодежде, иметь хорошее средство индивидуальной защиты. И денег мы на это жалеть не будем. И мы понимаем, что мы не сможем сделать это все буквально за один год, за полтора года. Мы разбили эту программу на 4 года и поставили себе задачу в течение 4 лет полностью привести в соответствие все без исключения на комбинате бытовые помещения. И вот за 2014 год, я думаю, что мы первых 15-20% таким образом сделаем. Еще один пример могу привести. Общаясь с коллективом, мы увидели проблему стоянок. Наши работники, много кто ездит на автобусах, но много кто приезжает на машинах, оставляли рядом с комбинатом на неохраняемой территории. Это и неудобство на улице, и это риски по охране труда, когда неорганизованно стоят машины, это разбитые стекла, особенно ночью, и слитый бензин. Мы оборудовали 4 стоянки, на которые более 4 тысяч наших работников получили бесплатные пропуска, и сегодня оставляют там автомобили под охраной комфортно. И таких примеров можно привести еще множество. Основная суть состоит в том, что мы общаемся с людьми, мы пытаемся услышать, что необходимо нашим людям, и пытаемся это сделать. Леонид Александрович, а у вас работа как построена? Я хочу дополнить, на сегодняшний день не все так, будем говорить, безоблачно, потому что для этого, чтобы принять проект коллективного договора, создается две комиссии. Комиссия, представляющая, в данном случае, собственника и администрацию, и комиссия от профсоюзного комитета. Я вам честно, откровенно скажу, мы в течение месяца собирались 4 раз. То есть, по большому счету, мы проект этого договора делали 4 чтения, отступая где-то и где-то прибавляя. Поэтому были такие пункты, где приходилось как представителям комиссии мне и директору по персоналу приходить к генеральному директору для того, чтобы регулировать те вопросы, которые не стыковались. То есть, не все так просто. Я на сегодняшний день могу сказать одно, что у нас есть партнерский и социальный диалог. И когда мы берем на себя через социальный диалог обязательства, контролируя их, исполняем, тогда мы получаем результат. Контроль это немаловажный фактор. И многие вопросы, не ожидая коллективного договора, и я бываю в цехах, и проходят отчеты, будем говорить, и в профсоюзных организациях, и на смену встречных собрать люди поднимают вопрос. Сегодня мне нравится одно, что те вопросы, которые поднимаются, прихожу я и докладываю трудового коллектива, фиксируются в протокольном решении и берется на контроль. Это гарантия того, что они будут исполнены. Поэтому таким путем мы и дополняем друг друга. Но честно, откровенно скажу, что есть вопросы, где приходится, как говорится, наступать друг на друга, а для того, чтобы правильно двигаться вперед, сделаем шаг назад, а потом два вперед, я думаю, что мы находим консенсус. Вот это составляющее работы над коллективным договором. Ну, действительно, у нас бывают очень такие непростые дискуссии с Леонидом Александровичем, потому что он очень активно и напористо поддерживает интересы трудового коллектива, но мы всегда находим общий язык. Потому что у нас общая цель, и мы даже во время самых пламенных дискуссий всегда вспоминаем о том, что общая цель это люди наши и это результат работы нашего комбината. И практически всегда, всегда мы находим решение. Я предлагаю режиссеру подсказывать, что есть еще один телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Алло. Да, да, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста, задавайте вопрос. Работник ЦРМП. У меня вопрос генеральному директору Ростиславу Игоревичу. Дворец культуры Металургов и спортивный клуб Металургов вывели из структуры комбината. Что с ними будет и будет ли их поддерживать комбинат? Спасибо за вопрос. Значит, вывели мы их действительно технически в отдельное юридическое лицо, но он остался в структуре комбината, потому что данное юридическое лицо социальной инициативы является стопроцентным дочерним предприятием комбината. И вывели мы как раз для того, чтобы сфокусировать руководство данных объектов на повышении качества услуг и на повышении комфорта для наших работников. Я считаю, что у нас уже есть вполне конкретные результаты. Если мы посмотрим на наш манеж, то буквально за последние три месяца в прошлом году, когда мы вывели в отдельную структуру, мы инвестировали туда более трех миллионов гривен, мы заменили полностью все остекление, что существенно позволило поднять температуру. Я помню, в прошлом году, когда я приходил зимой в манеж, и температура была ниже 10 градусов при морозах, практически было невозможно тренироваться. То сегодня мы имеем стабильную температуру выше 16 градусов. И даже зимой комфортно в футболке можно тренироваться. И программа достаточно большая. Это и освещение, это отопление автономное, это система фотофиниша, это переоборудование отдельных участков. И я считаю, что то, что мы сделали, оно действительно позволит повысить качество услуг, предоставляемых в данных объектах. Я могу дополнить здесь, потому что у нас начата 65-я Спартакеада, мы ее открыли. И уже сегодня на заседании с председателями профсоюзных организаций мы вместе с спортивным клубом вручали первые призы за выступления наших подразделений в этой Спартакеаде. Поэтому я подтверждаю, что спортивный клуб на сегодняшний дверь открыта для того, чтобы наши труженики в любое время по графику, которая расписана для подразделений, могли принимать в этом участие, чему я и призываю, и обращаюсь к труженикам комбината Запоросталь. Я хотел бы напомнить, что у нас есть интерактивный опрос наших зрителей. Вопрос звучит так. Коллективный договор это гарантия социальных прав или же формально звоните и голосуйте, пожалуйста. И у нас есть еще один телефонный звонок. Предлагаю послушать нашего телезрителя. Алло, здравствуйте. Алло. Да-да. Алло. Задавайте вопрос, пожалуйста. Алло. Алло, здравствуйте. У меня такой вопрос. В стране сложная ситуация. Меня как работника комбината волнует, отразится ли это на его работе, зарплатах и планах развития. Так как слухи ходят разные, люди переживают, что руководство чуть ли не сидит на чемоданах. Спасибо. Спасибо. Добрый вечер. Спасибо за вопрос. Давайте поэтапно. Значит, действительно, в экономике есть сложная ситуация на сегодняшний момент. И мы чувствуем это на продаже нашего металла. Приведу несколько цифр. Если еще три месяца назад мы на внутреннем рынке Украины продавали 30% нашего металла. Сегодня мы продаем 18%, а в ближайшее время будем продавать еще меньше, наверное. Но мы без никаких проблем можем компенсировать это за счет экспорта. А почему нам это удается? Это удается нам потому, что мы очень серьезную работу вместе с нашим коллективом провели по снижению себестоимости и повышению качества нашего металла. Поэтому для нас сегодня не представляется никакой проблемой, чтобы разместить эти объемы на экспортных рынках. И все эти проблемы, которые есть в экономике Украины, будут компенсированы за счет экспорта. Что касается за заработную плату, то это абсолютная догма. Заработная плата будет выплачиваться своевременно и в полном объеме. Что касается планов развития комбината, я, наверное, повторюсь, что ни один проект не то, что не отменяется, ни на одни сутки не переносится срок реализации этого проекта. Мы будем двигаться по той программе, которую мы наметили. Ну, а что касается руководства на чемоданах, ну, я не знаю, кто там чемоданы собирает, но я планирую в ближайшие пять лет построить конвертерный цех. Все-таки к теме зарплаты. В 2014 году начала работать система грейдов, так называемых, на комбинате. То есть зарплата выплачивается по грейдам. Что это такое? Да, я думаю, всем нашим телезрителям это неизвестно. И не стала ли вот эта вот зарплата по грейдам камнем преткновения между профсоюзом и администрацией, Ростислав Игоревич? Да, действительно, с 1 января 2014 года мы перешли на абсолютно новую систему оплаты труда, которая называется грейдинг. Безусловно, что любые изменения, особенно те изменения, которые касаются оплаты труда, они всегда вызывают большие опасения, у кого бы это ни было, и, безусловно, у наших рабочих. Но я вам скажу так, что эта система, она опробована во всем мире, она внедрена практически на всех металлургических комбинатах Украины, России, и внедрена успешно. В чем смысл этой заработной платы? Та заработная данная система оплаты труда. Значит, та система, которая действовала на комбинате, это была, ну, еще советская система. У нее было очень много плюсов, ну, и были недостатки, которые все-таки проявляются со временем. Поэтому смысл был в том, чтобы все-таки оставить то лучшее, что было, и привнести современные западные элементы. И, безусловно, что система строится на том, чтобы справедливо и честно оценить труд по каждой профессии и определить справедливое вознаграждение. Безусловно, что в процессе у нас было много дискуссий с профсоюзным комитетом. Безусловно, что оценку каждой должности мы проводили совместной комиссией с представителями и цехов, и в том числе с представителями профсоюзного комитета. И мне кажется, у нас достаточно неплохо получилось в результате. Какой результат? По итогам января в результате внедрения данной системы мы видим, что заработная плата выросла от 3 до 15%. В среднем на 5,6% по комбинату. В итоге мы достигли средней заработной платы средней, подчеркиваю, по комбинату свыше 6700 гривен. Это однозначно самая высокая заработная плата в горно-металлургическом комплексе. Наверное, одна из самых высоких заработных плат в целом в промышленности Украины. И, безусловно, это самая высокая заработная плата в городе Запорожье. Ну, как все-таки профсоюз отнесся к тому, что велась новая система? Не было ли тренинг? Ну, в данном случае я подтверждаю то, что было сказано. Я являлся членом комиссии, которая рассматривала и внедряла данную систему. Поэтому действительно было много споров про оценки в данном случае должности, а не человека. И факт, который сегодня приводился, он имел место, 6700, много или то мало. Но если взять, будем говорить, на сегодняшний день и называть эту цифру, обычно говорят, они же говорят по больнице, а что в данном случае по переделу и по профессиям. поэтому я могу сказать тем, кто работал на металлургическом комбинате на сегодняшний день по профессии, начиная от агломератчиков, заканчивая прокатчиками, от 500 до 2000 гривен по месяцу прибавилась заработная плата у работников данных подразделений. Это здорово. Наша заработная плата к январю 2013 года увеличилась на 16%. Я думаю, что такие темпы надо держать, это будет непросто. Я думаю, мы сегодняшний день сказать просто, что отлично или нет, я бы не сказал, потому что надо посмотреть еще февраль и март месяц, и квартал нам покажет. А покажет, самое главное, какую нам сделать корректировку. Именно на сегодняшний день есть горячие линии, для человека в любое время может позвонить. Каждый человек, когда ему присваивался грейд, расписывался, составил свой автограф. И сегодня всегда мы готовы дать ему ответ. Особенно службы, которые занимаются этим вопросом. Профсоюзный комитет все время интересуется. И каждый вопрос, который поднимается, ставит перед генеральным директором. Потому что это общая задача. Потому что самое главное, чтобы был нормально и работал коллектив. Это морально, психологический климат. Особенно в это сложное, противоречивое время. Поэтому мы очень внимательно смотрим за этим процессом. Но то, что динамика есть вверх, я на сегодняшний день этому только рад. Хочу постучать по столу. Чтобы не было, извините за выражение, хуже. Потому что я, рассматривая заработную плату буквально во вторник в областном комитете профсоюза металлургов и горняков Запорожской области, поэтому заработная плата комбината «Запоросталь» где-то в полтора раза выше, чем других предприятий, которые работают на нашей промплощадке. Называть не хочу. Не хочу обидеть этих людей. Но факт сегодня именно такой. Поэтому одно только могу сказать, чтобы мы держали это направление, держали, в данном случае такое пожелание. И в данном случае не хочу фалить сегодня генерального директора, но у него есть задачка, которую он поставил перед собой. Чтобы человек зарабатывал на Запоросталь столько, чтобы не смотрел, дадут ему ли социальную помощь или не дадут социальную помощь, а мог на свою заработную плату себя свободно и нормально обеспечить, уходя в отпуск. Я так понимаю, что подготовка нового коллективного договора вышла на финишную прямую. Уже можно говорить о его пунктах. И есть какие-то существенные отличия от колдоговора 2013 года? Я бы сказал, что у нас коллективный договор 2014 года построен на каркасе коллективного договора 2013 года. И все ключевые гарантии, все ключевые льготы сохранены. И, наверное, нужно предварительно как бы подвести некие итоги коллективного договора 2013 года, чтобы понимать, это реально или нереально. Я сейчас с уверенностью и с гордостью могу сказать, вот те 164 обязательства, которые брал я на себя лично в коллективном договоре перед трудовым коллективом, все выполнены в полном объеме. И точно такой же подход будет в коллективном договоре 2014 года. Мы сделали очень много инициатив разных проектов в 2013 году. И часть из них тоже попадут в коллективный договор. В частности, я могу там привести ряд примеров, введены ряд конкурсов. Мы серьезно занимаемся охраной труда. И мы планируем выделить около 1 миллиона гривен на примирование работников за проактивные действия по повышению промышленной безопасности. Целая система расписана. И что самое главное, это именно будет направлено на мотивацию бригад коллективов. Не отдельного работника, а на работу участков. Отдельно будет конкурс по энергоэффективности, который мы успешно опробовали в 2013 году. И сейчас прописываем колл-договор 2014 года. Есть ряд очень приятных нюансов для наших женщин. Как вы знаете, у нас исторически на комбинате всегда выплачивалась премия в размере 100 гривен к 8 марта. В прошлом году мы выплатили 150 гривен. Ну и в текущем году мы приняли решение повысить эту цифру даже до 200 гривен. И точно так же мы увеличили сумму выплаты со 100 до 150 гривен, которую мы выплачиваем матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком. Ну и безусловно, целый ряд других пунктов, но общая направленность изменений именно такая. Стало больше или меньше пунктов? В данном случае дело не в пунктах, а дело именно коллективного договора. Я честно, откровенно скажу, я на сегодняшний день не до конца удовлетворен теми обязательствами, которые брал на себя трудовой коллектив. Есть один из пунктов, где он обязуется соблюдать честно, добросовестно положение внутреннего распорядка. Первое. Положение пребывать на работу не выпивши, не воровать, и не опаздывать, и не прогуливать. Вот именно эта часть на сегодняшний день взятых обязательств трудового коллектива остается до конца не исполнена. Я бы так сказал, не тоже не выполнена, не исполнена. Потому что за этим я всегда говорил, что дисциплина это тоже фактор экономический. И мы этого не обойдем. Это нарушение технологии, это и брак, это будем на сегодняшний день в первую очередь и беда для семьи. Потому что жесткие меры, которые мы принимаем на комбинате Запоросталь на сегодняшний день, все-таки до конца не доходят сознания и особенно неплохих людей в возрасте 25 до 35 лет. Вот над этим на сегодняшний день мы работаем в трудовых коллективах, каждый раз даем информацию, каждый раз пытаемся убедить. И не просто так, что он нарушил. В данном случае мы его уволили. Мы по согласованию с генеральным директором приняли решение. В течение недели нарушитель должен пройти трудовой коллектив и рассказать, что его побудило сделать такой поступок. Или пройти пьяным, или уворовав, и так далее. Для того, чтобы знали все, что за этим наступает определенное наказание. А над этим нам придется еще работать. Тяжело, конечно, человек есть человек. Это не металл, что можно его перекатать. Поэтому постоянно продолжаем в этом плане работать для сохранения в первую очередь высококлассных специалистов, но отступивших от правил, установленных на комбинате запросто. Кстати, вот хотелось сказать, вы говорили о людях, которым 25-35 лет. Молодежь, и это было не рассказано, это основа комбината и это будущее комбината. Какие пункты коллективного договора подтверждают эти слова? О том, что молодежь, что делается для молодежи и будет сделано для молодежи на комбинате? Ростислав Игоревич. Ну, вы знаете, я вам откровенно скажу, что мы сегодня делаем ставку на молодежь. В чем это проявляется? Мы базируемся на опыте наших опытных работников, но ставку делаем на молодежь. Самое главное это назначение. У нас на сегодняшний день практически все наши начальники цехов, абсолютно их большинство, это молодые люди, молодые мужики возрастом до 40-42 лет, от 30 до 40 лет. Это самое главное, когда молодые люди видят, что у них есть перспектива на комбинате, сделать карьеру, достичь серьезной должности в достаточно молодом возрасте. Мне кажется, это самое важное. Если говорить о конкретных мероприятиях, то мы ежегодно проводим научно-технические конференции. В частности, в 2013 году у нас была 40-я конференция, конференция, в ней приняло участие 350 человек из многих десятков предприятий, как Украины, так и России, и не только металлургического комплекса институтов. Мы ежегодно проводим конкурсы, такие как КВН, такие как «Что, где, когда», такие как «Мисс Запоршталь», которые тоже позволяют молодежи поучаствовать и немножко поднять настроение. Это и есть наша работа в направлении развития молодежи. И у нас есть в студии звонок. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы в эфире. Алло. Да-да, задавайте вопрос, пожалуйста. Работник управления автомобильного транспорта. У меня вопрос к генеральному Росиславу Игоревичу. Гарантируют ли коллективный договор на 2014 год предоставление материальной помощи на оздоровление при уходе в отпуск? Спасибо. Спасибо за вопрос. Да, безусловно, гарантирует. Это одна из важных социальных льгот, которую всегда предусматривалось коллективным договором комбината «Запоршталь». И, безусловно, данная социальная льгота сохранена и в 2014 году. Леонид Александрович, что бы Вы могли еще сказать о социальной направленности именно коллективного договора, проекта коллективного договора? Какие пункты особенно, возможно, выделили бы? Возможно, спорные какие-то пункты были? Ну, я думаю, все спорные пункты ушли на заседание комиссий. И я бы не хотел выносить их сюда на рассмотрение. То есть, у нас на техническое совещание, где мы смотрели, мы даем информацию, что нам удалось прийти с каким проектом коллективного договора. Я могу сказать только на сегодняшний день одно, что социальный диалог, социальное партнерство, когда подтверждается взятыми обязательствами с одной и с другой стороны, оно является фактором стабильной работы комбината. Поэтому сегодня доказывать, кто главнее и кто важнее, я думаю, не стоит. И не потому, что мы сидим сейчас рядышком с генеральным директором, действительно, у нас бывают иногда спорные вопросы. Одним из пунктов контроля, потому что профсоюзный комитет как бы является органом, который в данном случае отвечает за социально-экономические вопросы и трудовые отношения на комбинате. Это его цель. А, будем говорить, то, что он выполняет, это у него еще есть контрольные функции. У нас контрольные функции сегодня зафиксированы в данном случае в принятии приказов, распоряжений, идеях согласования с председателем профсоюзной организации. Поэтому некоторые вопросы мы разворачиваем для того, чтобы их уточнить и выполнить согласно кодекса закона о труде. И это не потому, что нам хочется кому-то палку поставить в колеса. Это наоборот, делает прозрачность работы как администрации, так и профсоюзного комитета. И, может быть, даже подостерегаем за нарушения, когда наступит момент и люди приходят в комиссию по трудовым спорам. Были и такие случаи, где приходила целая группа людей, где, казалось бы, нарушили процедуру. Мы иногда слышим нарушают процедуру в Верховном Совете, но бывает нарушают процедуру и взаимоотношениях, и выпуска документов. Поэтому эти вопросы мы как бы на сегодняшний день убираем. Поэтому я могу сказать только одно, что преддверие нас принятия коллективного дома. Это только проект коллективного договора. Ну, я думаю, у нас всегда по традиции, это было в марте месяце, и я думаю, мы планируем в этом году тоже сделать где-то 21 марта провести именно конференцию трудового коллектива. И по тем вопросам, которые сегодня ставятся, которые, может быть, сейчас ставятся, сегодня идет обсуждение в подразделениях и цехах. Поэтому и я, как председатель профсоюзной организации, и моя команда, и сегодня дирекция объезжает трудовое коллективо. И с тем постановкой вопроса, которые есть, вместе с тем говорят и коллективном договоре. Потому что это документ, который прокладывает нам путь совместной работы и движения. Так, вопрос генеральному директору. Ростислав Игоревич, скажите, пожалуйста, будут ли включены в мероприятия коллективного договора на 2014 год ремонты объектов социального назначения в цехах? Такие как бытовые помещения, санузлы, здравопункты. Спасибо. Спасибо вам за вопрос. Я бы еще раз хотел подчеркнуть, что улучшение условий труда это один из ключевых направлений нашей социальной политики. И на сегодняшний день есть утверждена уже программа по которой мы двигаемся, не дожидаясь даже подписания коллективного договора. Эта программа состоит из 40 пунктов, из 40 помещений, 23 помещения по приему пищи, комнаты приема пищи и 17 помещений бытовых. Это санузлы, это душевые, это бани. Это действительно один из приоритетов. И он будет включен в коллективный договор и в мои личные обязательства даже. И хотел бы напомнить нашим телезрителям, что, да и гостям в студии, у нас в течение всего эфира проходил интерактивный опрос. Вопрос звучал так. Коллективный договор это? И вариант ответа. Гарантия социальных прав или формальность? Телезрители ответили. В принципе, то, что коллективный договор это гарантия социальных прав считают 74, цифра меняется 73-74%. То, что это формальность считают 27% зрителей. Как бы вы прокомментировали результаты нашего интерактивного вопроса? Ну, телезритель всегда может оценить лучше, чем мы самостоятельно. Я, допустим, воспринимаю это как объективную оценку того внимания и того качества и нашей ответственности по отношению коллективного договора. Что мы непосредственно, я как руководитель предприятия, действительно относимся ответственно к коллективному договору. Раз написал, взял на себя обязательства, выполняй. Леонид Александрович, а вы как считаете? Ну, я прокомментировал ответом на поставленный такой тип вопрос, почему я вступаю в профсоюз одного из работников комбината. Он сказал где-то следующим образом. Я вступаю в профсоюз, потому что я хочу быть в структуре, совместно с которой смогу решать проблемы, возникающие на производстве и в жизни, и иметь постоянную социальную защиту. Поэтому, наверное, 74 человека, которые соприкасались в данном случае с коллективным договором, комбината Запоросталь, именно делают такую оценку. Есть, конечно, и неверие, есть, которые делают оценку, может быть, давно не прикасались к коллективным договорам, но там, где они выполняются, и на комбинате Запоросталь всегда была заложена такая традиция, практически на 100%, это дает уверенность людям, что они выбрали правный путь и гордятся тем домом, в котором они работают, имя которому Запоросталь. И хотелось бы всем нашим телезрителям пожелать уверенности в будущем, несмотря на непростые времена. Я напомню, что гостем в студии, гостем программы «Актуальный разговор» сегодня был генеральный директор комбината «Запоросталь» Ростислав Шурма и председатель профсоюзного комитета Леонид Анисимов. Удачи вам и всего доброго. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok